Ты думаешь, Америка это рай? Ты думаешь, только в Америке найдешь себя? Высокие зарплаты, забота о тебе, образование, работа, высокие пенсии, забота государства, все для тебя. Но так ли это на самом деле? Здравствуйте, дорогие друзья! Как видите, я снова стою. С моего предыдущего репортажа прошло буквально немного времени. Честно говоря, репортаж тот предыдущий получился на 6,5 минут всего. Я вам показывал, как я лазил под грузовиком, потек антифриз. Слава богу, что он потек не в двигатель, а куда-то... Как он потек, я пока не понял, но он потек не в двигатель. Я вижу, что там на асфальте этот антифриз был, то есть то, что потек это плохо, но слава богу, что вроде не в двигатель. Хотя там еще непонятно, во сколько обойдется этот ремонт. Действительно, я уже устал от всех этих ремонтов, потому что все время что-то происходит. Все время. Грузовику уже без малого 2 миллиона 300 тысяч пробег. Другой купить возможности нет. Самое интересное, что если ты покупаешь другой, так в нем еще больше проблем. Потому что у меня 2011 года грузовик. И у меня хотя бы тут нет такой системы, как DEV. А в новых там еще больше напичкано всякого дерьма, которое ломается бесконечно. Ладно, в общем, как я вам показал в прошлом видео, я налил специальную жидкость, которая должна остановить утечку антифриза. Ну, я проехал немного, не знаю. Сейчас я посмотрел, вроде ничего такого. Ну, в общем, как-то доеду. Но я вам хотел с вами поговорить. А, во-первых, давайте я разверну камеру и покажу, как говорится, снова, где я нахожусь. И здесь я нахожусь уже 3 с небольшим часа. Вот, как вы видите, дорога, в общем-то, абсолютно нормальная. Вот видите, такой вот лес. Это уже провинция Онтарио. Та самая дорога, по которой мне надо будет возвращаться домой, в Монреаль. Вот такая вот дорога однополосная. Значит, это в одном направлении полоса. И это уже в другом. Я не знаю, что там случилось. Какой опять Индус или кто, я не знаю. Но дорога нормальная. Как здесь, как здесь можно сделать аварию? Может, опять что-то там, груз кто-то потерял. Непонятно. Но, тем не менее, объехать никак невозможно. И поэтому вот мы здесь стоим. Если бы хотя бы был хайвей двухполосный, ну, есть хоть какой-то шанс. Вон, редкие-редкие машины, как-то вот сейчас вы видите, как-то они там проезжают. Очень редкие машины. И в этом направлении, в этом направлении тоже они едут по встречке. Несколько легковых машин я тоже видел. Сейчас этот проехал товарищ, и кто-то поедет по встречке. Но они, видите, едут, ну, этот с просбесковыми маячками, а вот это какая-то наглая, наглая морда поехала. Ну, ладно, может, действительно человек тут живет. Может, человек тут живет. Ему стоять вообще взападло. Но, тема, которую я сейчас вот хотел с вами обсудить. Я читал ваши комментарии. С такой работой, как у меня сейчас, только комментарии читать. Немножко едешь, потом стоишь, ждешь. Поэтому я тут уже два репортажа смонтировал, выставил запланированные эфиры. Вот. Ну, у вас сейчас поздно. Два часа ночи в Москве. Да, и как бы на Украине, в Харькове у меня два часа ночи. Поэтому в такое время в эфиры выходить я не буду. Но уже у вас на утро эфир запланирован. Один, а потом чуть попозже другой. А я хотел с вами поговорить по поводу того, что я прочитал в комментарии. Значит, когда я рассказал о том, что здесь в Канаде транспортных компаниях они платят по километражу. То есть, ну вот, допустим, я не говорю сейчас о людях, которые работают на чужих грузовиках. Я говорю о людях, которые работают на своих грузовиках, вот как я. У нас здесь нет толком, толком возможности найти самостоятельно грузы. Это крайне сложно. Есть, конечно, сайт, на который выкладывают грузы. Но самые нормальные грузы, в принципе, туда не попадают. Сейчас объясню немножечко систему, как это работает. Но таких вариантов находить напрямую, что у тебя не будет контракта на какое-то количество, конкретное количество денег за милю, почти невозможно. Я 8 лет уже вожу грузовик. И все эти годы я работал всегда на компанию, на разные компании. И там были разные контракты. Это может быть, я не знаю, доллар 32 за милю. За милю, не за километр, за милю. И опять-таки, это канадский доллар. Доллар 32 за милю, может быть, доллар 63 за милю. Какое-то время у меня был доллар 83 за милю. Особенно, когда я ездил в Америку на северо-востоке. Это называется East Coast. Там еще дополнительный бонус. Так вот, на круг получалось с этими всеми бонусами доллар 83. Сейчас, так как выросла цена на солярку, я уже вам говорил. Те, кто смотрит мои видео, я просто не настроен в каждом видео рассказывать все заново. Те, кто хочет, кто не понимает, о чем речь, посмотрите то, что я снимал до этого. Я просто продолжаю свой рассказ. Когда поднялась цена на солярку, ездить вообще стало невыгодно. Совсем. От слова совсем. То есть, ты, те деньги, которые ты получаешь, ты еле-еле оплачиваешь только солярку. И там не хватает ни на страховку, ни на номера, ни на другие вещи. Поэтому, честно, меня удивляет то, что вас удивляет, что в Канаде невозможно найти грузы напрямую. Вот. То, где я сейчас работаю, мне очень повезло. То, наверное, если бы я знал, или, наверное, если бы я получил информацию, ну да, знал и получил информацию об этой компании, наверное, я мог бы уже в хорошие времена, ну, наверное, я потерял порядка полумиллиона. То есть, в принципе, возможно, дом я уже мог бы и выплатить. Но это так, знаете, как говорится. Но это не точно. Так вот. Здесь у меня действительно есть диспетчер, который ищет грузы. И они эти грузы находят до того, как эти грузы даже попадают в ту систему, в которой я вам говорил. Но я не сильно углубляюсь. Есть там веб-сайт платный, на котором ты можешь эти грузы найти. Но там остается, как говорится, уже все самое непривлекательное. Так вот. Здесь, да, действительно есть возможность выяснить, за какие деньги ты везешь груз из пункта А в пункт Б. Здесь диспетчер, они сидят у тебя на зарплате. Ну, как, в принципе, по контракту ты им платишь 15% от груза. То есть, если груз... Чем дороже они возьмут груз, тем, соответственно, больше денег они сами заработают. Вот. Но... Вот трейлер, который за мной, это должна быть твоя головная боль. Он должен быть либо твой собственный, либо ты должен его арендовать. Вот. Арендовать сейчас... Ну, во-первых, это недешево. Во-вторых, сейчас такое положение, что довольно-таки стрёмно. Но покупать ещё страшнее. Потому что... Вообще новый трейлер стоит в порядка 100 тысяч. Понимаете? А если ты... Ну, 100 тысяч, это дофига. Это дофига. Мало у кого есть эти деньги вот так вот в наличии, чтобы взял, вытащил. Я вообще таких людей не знаю, у кого есть такие деньги, чтобы мог взять, вытащить и купить. Поэтому всё это крайне сложно. Вот. Но... Но хорошо, что хоть я после 8 лет работы дальнобойщиком, я всё-таки нашёл компанию, где хотя бы вот на данный момент есть ещё смысл работать. Почему сложно найти подобные компании? Да потому что, в принципе, люди не делятся информацией. Вот я помню, я приходил в гараж к своему другу, который мне ремонтирует грузовик. И там был тоже мужик, который работал вот так, типа вот, как... Нечто, как у меня. Вот. Довольный такой был, хвастался. Говорил, что много зарабатывает. Я пытался его как бы раскрутить на информацию, где работаешь, сколько зарабатываешь, какие условия, за что ты платишь. В общем, всё пытался разузнать. Не говорят. Понимаете? Не говорят. Хорошие места люди держат. Поэтому для того, чтобы куда-то устроиться, ну, наверное, как везде, так и здесь, это не исключение, должны быть очень хорошие, человечные, дружеские отношения с кем-то. Кто тебе поможет, кто расскажет о том, что, а вот тут так-то и так-то. А вот, вот смотрите, вот я сижу, я вижу сейчас передо мной стоят грузовики. В основном это грузовики каких-то крупных транспортных компаний. И, ей-богу, эти люди не знают о том, что кто-то за ними или перед ними едет гораздо за большие деньги. Они просто об этом не знают. Потому что крупные транспортные компании, они практически разделили весь рынок. Они являются монополистами. И ни у кого нет даже возможности получить какой-то контракт. Вот, понимаете? Вот, к примеру, я 8 лет возил бумагу. Бумагу для типографии. Есть конкретные заводы. Я эти заводы знаю. Но если вы считаете, что я могу прийти к заводу, сказать, слушайте, у меня есть грузовик. Ну, допустим, я даже возьму в аренду трейлер или я куплю. Хорошо, у меня есть грузовик и трейлер. Они не дадут мне контракт о перевозке, хотя я знаю это место, и я знаю, куда они возят. Они мне не дадут. Они поддерживают крупные транспортные компании. И вклиниться туда нереально. Поэтому, насколько я понял, в России не так. Но это вы мне напишите сами. Опять-таки, у меня никогда не было опыта работать в России, на Украине или в какой-то другой стране бывшего Советского Союза дальнобойщиком. Я, в принципе, по образованию инженер-химик. Кто на моем канале долго знает об этом. Поэтому напишите мне самому интересно, как у вас, как сейчас у вас. Поэтому все здесь очень-очень сложно. Очень сложно пробиваться. Но другого выхода нет. Как-то приходится это делать. Вот сегодня я разговаривал опять со своим другом, о котором я вам разговаривал буквально недавно. В одном из своих репортажей, который назывался «С прошлой работы деньги не отдают». Так назывался этот эфир. Сегодня он рассказал, что он поехал. Взял груз, поехал. В принципе, говорит, что за целый день он, как Honor Operator на собственном грузовике, он заработает, в лучшем случае, 250 долларов. Для Канады это вообще ничего. Это вообще ничего. Вот сегодня, просто чтобы вы понимали, надо было мне это вам показать. Я когда купил 4 галлона антифриза и купил ну вот эту жидкость, которая останавливает утечку антифриза из системы, я потратил 116 долларов. 4 галлона антифриза и одна вот эта вот маленькая баночка. 116 долларов. Это вообще ничего. Поэтому человек поехал. Я смеюсь, говорю, ну ты как бы с России, наверное, если ты друзьям скажешь, что ты там заработал за день 250 долларов, они будут рады. Но он не заработал эти деньги. У него постоянно, как и у меня, надо что-то менять, что-то ремонтировать. Поэтому крутимся, как можем. И то, что я здесь стою, честно говоря, меня никак не может радовать, потому что мне надо ехать. Мне надо ехать. Мне надо проезжать где-то 1000-1200 километров в день для того, чтобы выжить. А то, что я здесь стою из-за какого-то долбодятла, который там я еще не знаю, что там произошло, но судя по всему, наверное, какая-то авария. И мы все стоим. И здесь нет другой дороги для того, чтобы свернуть и там какими-то дворами. Здесь нет населенного пункта. Вот это трансканадская... Давайте я вам еще покажу. Вот это трансканадская автомобильная дорога. Вот она. Все. Здесь нет вариантов куда-то съехать. и все стоят. И здесь будет стоять столько грузовиков, сколько не было даже в конвое свободы. Я очень удивляюсь, как вообще индустрия грузоперевозок работает здесь. И что будет дальше, даже непонятно. потому что основная масса людей они просто потеряют работу. даже не знают, где можно найти. Они даже не знают. Потому что просто тупо мало таких компаний, которые хотят делиться, которые хотят нормально платить. Их практически нет. Даже когда, помните, я вам рассказывал, что я собирался тоже переходить, ездить по этим же друга, которого я знаю уже больше 10 лет, который много лет меня зовет или звал работать вместе с ним. И что вы думаете? По сути, я здесь бы стоял за копейки. Мне тоже не было бы выгодно здесь работать. но жадность, его жадность, я много с ним разговаривал, объяснял, торговался. Нет, это все бесполезно. Это все бесполезно. А транспортные компании, они торгуются, они выбивают грузы. Если есть, ну вот возьмем для примера. Вариант такой, что летом там где-то возле Ванкувера размыло дорогу и железную дорогу. То есть по железной дороге, по которой в основном из Ванкувера отправляют все грузы, она не могла работать в общем никак. Поэтому как-то там быстренько подшаманили автомобильную дорогу, асфальта там еще не было, там где-то мне говорили метров 200, там 150-200 был какой-то гравий, там что-то насыпали и грузовики как такое, как там ездили. Вот к примеру одна из компаний, в которой я работал, называется Транзекс, туда очень много ездят из Монреаля водителей. Вы думаете им повысили бы какую-то оплату? Нет, они продолжали бы ездить на тех же самых условиях. Хотя в тот момент цена на перевоз грузов повысилась в два, а то и в три раза. Только возьми. Там деньги платили баснословные. Но простой водитель даже со своим грузовиком шиш с маслом. жлобьё. Просто жлобьё. Так что реальное ощущение, что ты здесь работаешь как раб. И меня часто знаете упрекают о том, что вот эти вещи, которые я рассказываю, они говорят, что люди, которые недовольны, они говорят, что я таким образом обстираю страну, которая меня приютила. Ну блядь, вы извините, если нельзя вообще ничего рассказывать, то вы о какой демократии, о какой свободе слова вы говорите? Этого вообще ничего здесь нет. Но если даже эти вещи не рассказывать, я следующий ролик, который вы увидите, но когда вы увидите этот, вы поймёте о чём я говорю, я назвал его «Заскочил в Регину, пролетел насквозь». Мне не понравилось. Регина это столица провинции Соскочеван. На заставке я выложил фотографию из интернета, как в интернете столица Соскочевана преподносится. такая красивая фотография, ну просто вообще рублёвка, мать вашу. Москва отдыхает. А на самом деле, когда ты проезжаешь и показываешь всё как есть, херня херня. В общем, за морем житьё не сахар, цените и любите то место, где вы родились. С уважением к вам. Бен. Редактор субтитров